Анна Ахматова «Ты дышишь солнцем, я дышу луною» Золотой и серебряный век русской поэзии – два века истории российской словесности, которые могут быть названы культурным взрывом. Первый связан с именем Александра Пушкина и плеядой царско-сельских поэтов. Второй – с еле слышным в начале двадцатого столетия шелестом его шагов, сотней новых имен и дюжинной направлений. Юрий Лотман пишет «Момент взрыва создает непредсказуемую ситуацию. Далее происходит весьма любопытный процесс. Совершившееся событие бросает ретроспективный отцвет. При этом характер произошедшего решительно трансформируется. Следует подчеркнуть, что взгляд из прошлого в будущее, с одной стороны и из будущего в прошлое, с другой, решительно меняют наблюдаемый объект. Глядя из прошлого в будущее, мы видим настоящее как набор целого ряда равновероятных возможностей. Когда мы глядим в прошлое, реальное для нас обретает статус факта, и мы склонны видеть в нем нечто единственно возможное. Нереализованные возможности превращаются для нас в такие, какие фатально не могли быть реализованы. Они приобретают эфемерность. Юрий Лотман, Культура и Взрыв Когда мы глядим из нового тысячелетия в 20 век, то увидим неизбежность. Статус факта, навсегда изменившего настоящее, обретает Первая мировая война. И нереализованные возможности мирной жизни превращаются для нас в то, что фатально не могло быть осуществлено. Памяти 19 июля 1914 Мы на сто лет состарились И это тогда случилось в час один. Короткое уже кончалось лето, дымилось тело вспаханных равни. Вдруг запестрела тихая дорога, плач полетел серебряно звеня. Закрыв лицо, я умоляла Бога, до первой битвы умертвить меня. Из памяти, как груз отныне лишний, Исчезли тени песен и страстей, Ей, опустевший, приказал Всевышний Стать страшной книгой грозовых вестей. Лето 1916 Слепнёва Чётки вышли в марте 1914 и жизни им было дано два с половиной месяца. В то время литературный сезон кончался в конце мая. Когда мы вернулись из деревни, нас встретила война. Второе издание понадобилось примерно через год при тираже одна тысяча экземпляров. С белой стаей дело обстояло примерно так же. Она вышла в сентябре 1917 года и из-за отсутствия транспорта не была послана даже в Москву. Однако второе издание понадобилось через год, то есть ровно так же, как Чётки. Третий напечатал Алянский в 1922 году. Тогда же появилась Берлинская четвёртая. Оно же последнее, потому что после моей поездки в Москву и Харьков в 1924 году по постановлению ЦК, неопубликованному в печати, меня перестали печатать. И это продолжалось до 1939 года, когда Сталин что-то лестное сказал обо мне. Ни одна моя строчка не была напечатана. Уже готовый двухтолбник издательства Гессена был уничтожен. Брань из эпизодической стала планомерной и продуманной. Лилевич в журнале на посту, перцов, в жизни искусства и т. д., достигая местами 12 баллов, то есть смертоносного шторма. Переводы, кроме писем Рубенца в 30-й год, мне не давали. Однако моя первая пушкинистская работа «Последняя сказка Пушкина» была напечатана в «Звезде». Запрещение относилось только к стихам. Второй антракт 1946-58 к счастью, можно не пояснять. Всё ясно само собой. Такова правда беспрекрас. И вот что я узнаю теперь о себе из зарубежной печати. Оказывается, после революции я перестала писать стихи совсем и не писала их до сорокового года. Но отчего же не переиздавались мои книги и моё имя упоминалось только в окружении площадной брани? Очевидно, желание безвозвратно замуровать меня в десятые годы имеет неотразимую силу и какой-то для меня непонятный соблазн. Анна Ахматова, автобиографическая проза Уединение Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен. И стройной башней стала западня, Высокою среди высоких башен. Строителей её благодарю. Пусть их забота и печаль минует. Отсюда раньше вижу я зарю. Здесь солнца, луч последний торжествует. И часто в окна комнаты моей вылетают ветры с северных морей, И голубь ест из рук моих пшеницу. А недописанную мной страницу божественно спокойно и легка Допишет музы смуклая рука. 1914 Слепнёва Недописанную автором страницу допишет смуглая рука музы. Метафора божественно спокойной и легкой руки музы одновременно завершает и бросает стихотворение на полусловие. Кто она, живущая на Парнасе богиня? Воспоминания, будущее, настоящее или только прошлое, такое, что страстно глядится в грядущее? Александр Грук По здравому размышлению не вызывает сомнения, что это рука самого автора, который не ставит точки и поручает себя новому порыву вдохновения. Но не только. Во всей видимости, это и сам читатель, для которого самое чтение поэта есть уже творчество – Иннокентий Аницкий. И в то же время это рука того смуглого отрока, кто бродил по аллеям. Ведь, так или иначе, в контексте созданного именно Пушкиным русского литературного языка, мы вообще что-то способны понимать. Но и сам Пушкин, как феномен культуры, создан и непрерывно воссоздается этим языком. Сам Александр Пушкин – это тоже одно великолепное воспоминание, непременное в неизбежности настоящего, которое легко прочесть, увидеть в глазах лирической героини Анны Ахматовой, стоит только стать близко. Так, исследования Юрия Лотмана непременно исходят из мысли о текстуальности мира, в котором живет читатель, и шире любой человек. Внешние события, сколь бы активны они ни были во внекультурной сфере, например, в областях физики, физиологии, в материальной сфере и т.д., не влияют на сознание человека до тех пор, пока не делаются сами человеческими, т.е. не получают семиотической осмысленности . Даже употребление вина поэзия превращает из физиохимического и физиологического факта – факт культуры – в эстетический факт. Происходит это в силу того, что для мысли человека существует лишь то, что может быть сказано, помысленно на одном из доступных человеку языков. Остальное – семиотически неразличимый приходящий шум. Как белый камень в глубине колодца Лежит во мне одно воспоминание. Я не могу и не хочу бороться, оно – веселью, и оно – страданье. Мне кажется, что тот, кто близко взглянет в мои глаза, его увидит сразу, печальней и задумчивее станет, внимающего скорбному рассказу. Я ведаю, что боги превращали людей в предметы, не убив сознание. Чтоб вечно жили дивные печали, ты превращён в моё воспоминание. Пятое июня 1916-го. Слепнёво. Слово о Пушкине. Мой предшественник Павел Елисеевич Щёголев кончает свой труд от дуэли и смерти Пушкина рядом соображений. Почему Высший Свет и его представители ненавидели поэта и извергли его, как инородное тело из своей среды. Теперь настало время вывернуть эту проблему наизнанку и громко сказать не о том, что они сделали с ним, а о том, что он сделал с ним. После этого океан грязи, измен, лжи, равнодушия друзей и просто глупости политик и неполитик, родственничков Строгановых, идиотов-кавалергардов, сделавших из дантесовской истории «Юнафэрхе де Реджимаан», ханжеских салонов Несельрода и прочее, высочайшего двора, заглядывавшего во все замочные скважины, величавых тайных советников, членов Государственного совета, не постеснявшихся установить тайный полицейский надзор над гениальным поэтом, после всего этого, как торжественно и прекрасно увидеть, как этот чопорный, бессердечный и уж, конечно, безграмотный Петербург стал свидетелем того, что, услышав роковую весть, тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались. «Ильфёкёжа ганж мамезон» «Надо привести в порядок мой дом», – сказал умирающий Пушкин. Через два дня его дом стал святыней для его родины, и более полной, более лучезарной победы свет не видел. Вся эпоха мало-помалу стала называться Пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и неаншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателям с перевранными датами рождения и смерти пушкинских изданий. Он победил и время, и пространство. Говорят, пушкинская эпоха, пушкинский Петербург, и это уже к литературе прямого отношения не имеет – это что-то совсем другое. В дворцовых залах, где они танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда навсегда. Про их великолепные дворцы и особняки говорят «здесь бывал Пушкин» или «здесь не бывал Пушкин». Все остальное никому не интересно. Государь-император Николай Павлович в белых лосинах очень величественно красуется на стене Пушкинского музея. Рукописи, дневники и письма начинают цениться, если там появляется магическое слово «Пушкин», и, что самое для них страшное, они могли бы услышать от поэта «за меня не будете» в ответе. Можете пока спокойно спать. Сила, право, только ваши дети за меня вас будут проклинать. И напрасно люди думают, что десятки рукотворных памятников могут заменить тот один нерукотворный аэре феррениус. Крепче меди. 26 мая 1961 г. Комару В начале августа 1915 с фронта в царское село возвращается Николай Гумилёв. Дом сдан дачникам на всё лето. Супруги живут во флигеле, посещают благотворительный вечер, устроенный Фёдором Сологубом в пользу ссыльных большевиков. К Сологубу приходят все столичные богачи. Анна Ахматова читает свои стихи. Июль 1914 Пахнет гарью. Четыре недели торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели, и осина уже не дрожит. Стало солнце немилостью Божьей. Дождик с Пасхи полей не кропил. Приходил одноногий прохожий, и один на дворе говорил. Сроки страшные близятся, скоро станет тесно от свежих могил. Ждите глада и труса, и мора, и затменья небесных светил. Только нашей земли не разделит на потеху себе супостат. Богородица белой растелит над скорбями Великим Плат. Можжевельника запах сладкий, От горящих лесов летит. Над ребятами стонут солдатки, Вдовий плач по деревне звенит. Ненапрасно молебны служились, О дожде тосковала земля. Красной влагой тепло окропились Затоптанные поля. Низко, низко небо пустое, И голос молящего Ти, Ранят тело Твое пресвятое, Мечут жребий аризм Твоих. «Ты не только лучшая русская поэтесса, но и просто крупный поэт», – уверяет Николай Гумилев. Муж снова уезжает на фронт, а доктора находят у нее туберкулезный процесс и велят ехать в Крым, чтобы по шесть часов в день лежать на воздухе. «Я так и делала», – соглашалась она. Однако полученная телеграмма о болезни отца отзывает ее обратно в Петербург, на Крестовский остров. Двадцать пятого августа от грудной жабы умирает Андрей Антонович Горенко. Прощаясь с дочерью, он говорит, «Николай Степанович воин, а ты – поэзия». Она воистину стала декадентской поэтессой. Тяжела ты, любовная память, Мне в дыму твоем петь и гореть. А другим – это только пламя, Чтоб остывшую душу греть. Чтобы греть пресыщенное тело, Им надобны слезы мои. Для того ль я, Господи, пела, Для того ль причастилась любви. Дай мне выпить такой отравы, Чтобы сделалась я не мой, И мою бесславную славу О сиянным забвеньем смой. 18 июля 1914 Слепнева После кончины отца Анна Ахматова переезжает в Царское и заболевает на всю зиму. По утрам вставала, совершала туалет, Надевала шелковый пенюар и ложилась спать. Туда присылают причитающийся ей и Гумилёву гонорар на имя Анны Андреевны Ахматовой, Которую она не может получить по той причине, Что для почты никакой Ахматовой не существует, А есть только Анна Андреевна Гумилёва. По настоянию доктора Её отправляют в санаторий в Финляндию, Где она не ест, не спит, И ей становится ещё хуже. Отозванному с фронта мужу говорит «Увези меня умирать-то хоть» В Петербурге ей становится лучше. И уже тринадцатого декабря пятнадцатого года на вечере у Сологуба в честь Вячеслава Иванова Осип Мандельштам делится с ней впечатлением о великолепном ужине и необычайно парадном чествовании мэтра русского символизма. Мне кажется, что один мэтр – это зрелище величественное, а два – немного смешное. Песня о песне Она сначала обожжёт, как ветерок студёный, а после в сердце упадёт одной слезой солёной. И злому сердцу станет жаль чего-то. Грустно будет, но эту лёгкую печаль она не позабудет. Я только сею, собирать придут другие, что же, и жниц ликующую рать, благослови, о, Боже! А чтоб Тебя благодарить, я смело совершенней, позволь мне миру подарить то, что любви не тленней. Традиционное изучение представляет себе культуру, как негае упорядоченное пространство. Реальная картина гораздо сложнее и беспорядочнее. Случайности отдельных человеческих судеб, переплетений исторических событий разных уровней, населяют мир культуры непредсказуемыми столкновениями. Втройная картина, которая рисуется исследователю отдельного жанра или отдельной замкнутой исторической системы – иллюзия. Это теоретическая модель, которая если и реализуется, то только как средняя между разными нереализациями. А чаще всего она не реализуется вообще. Чистых исторических процессов, которые бы представляли собой осуществление исследовательских схем, мы не встречаем. Более того, именно эта беспорядочность, непредсказуемость, размазанность истории, столь огорчающая исследователя, представляет ценность истории как таковой. Именно она наполняет историю непредсказуемостью, наборами вероятных случайностей, то есть информации. Именно она превращает историческую науку из царства школьной скуки в мир художественного разнообразия. КУЛЬТУРА И ВЗРЫХ В 1916-м, в день именин царицы, 23 апреля по старому стилю, отмечает Анна Ахматова в записной книжке, ехала в царское село в одном вагоне с Распутиным. Он сидел против меня, и я хорошо разглядела. Одиннадцатого июля 1916-го деревянный Исаакиевский мост пылая плывет кустью Невы. Анна с ужасом глядит на это невинное зрелище. Как ты можешь смотреть на Неву, Как ты можешь всходить на мосты? Я недаром печальный слыву С той поры, как привиделся ты. Чёрных ангелов крылья остры, Скоро будет последний суд И малиновые костры, Словно розы в снегу растут. 1914-й «Не было ни одной нашей разлуки, чтобы мы не переписывались», — говорила о своих отношениях с Николаем Говимилёвым в 1964-м. 1 октября 1916-го он сообщал. «Дорогая моя Анечка, больше двух недель от тебя нет писем, забыла меня. Я скромно держу экзамены. Со времени последнего письма выдержал ещё три. Остаются ещё только четыре из пятнадцати. Но среди них артиллерия, увы. Сейчас готовлю именно её. Какие-то шансы выдержать у меня всё-таки есть». Лозинский сбрил бороду. Вчера я был с ним у Шилейки. Пили чай и читали Гомера. Адамович с Георгием Ивановым решили устроить новый цех, пригласили меня. Первое заседание провалилось, второе едва будет. Я ничего не пишу, если не считать двух рецензий для биржи. После экзаменов буду писать, говорят, мы просидим ещё месяца два. Слонимская на зиму остаётся в Крыму, марионеток не будет. После экзаменов попрошусь в отпуск на неделю. Если пустят, приеду к тебе. Только пустят ли? Поблагодари Андрея за письмо. Он пишет, что у вас появилась тенденция меня идеализировать. Что это так вдруг? Целую тебя, моя Анечка. Кланяйся всем. Твой Коля. ВЕРТЕ Вексель я протестовал, не знаю, что делать дальше. Адрес ЕИ неизвестен. Письма Гумилёва Кохматова Ах, это снова ты! Не отроком влюблённым, но мужем дерзостным, суровым, непреклонным ты в этот дом вошёл и на меня глядишь. Страшна моей душе предгрозовая тишь. Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою, вручённым мне навек любовью и судьбою? Я предала тебя. И это повторять, ой, если бы ты мог когда-нибудь устать. Так мёртвый говорит, убийце сон тревожит. Так ангел смерти ждёт у рокового ложа. Прости меня теперь. Учил прощать Господь. Я помню только сад сквозной, сень, нежный, и крики журавлей, и чёрные поля. Ох, как была с тобою мне сладость на земля. Июль 1916. Слепнёва. 7 октября 1916 года вместе с сестрой Ией на Графской пристани в Севастополе она наблюдает гибель линкора императрица Мария морской крепости водоизмещением более 25 тысяч тонн и экипажем в 1220 матросов и офицеров. Флагман Черноморского флота был спущен со стапелей судостроительного завода в Николаеве в июне 1916 года и уже успел изгнать турецкий и германский флот из Чёрного моря. Командующий флотом адмирал Александр Колчак регулярно совершал походы к Босфору и берегам Турции. Первый взрыв на корабле произошёл в 6.20 утра. Сначала матросы услышали шипение горящего пороха, затем из амбразур башни носовой части вырвалось пламя и повалил дым. Подбашенное отделение начали заливать водой, но взрыв предотвратить не смогли и столб пламени с дымом взметнулся на высоту 300 метров. По прибытию на борт Колчака к линкору с разбитой боевой рубкой, мостиком и дырой вместо носовой трубы и фокмачты были подведены портовые суда. К 7 утра пожар начал стихать, однако ещё один взрыв, более мощный, чем предыдущий, отправил императрицу Марию на дно. Команда покинула тонущий линкор. При взрывах и пожаре погибли 225 матросов, два кондуктора и инженер-механик. Восемьдесят пять человек были тяжело ранены. Расследование к выявлению причин катастрофы не привело. Майский снег. Псалом 6 стих 7. Прозрачная ложится пелена На свежий дёрн и незаметно тает, Жестокая студённая весна Налившиеся почки убивает, И ранней смерти так ужасен вид, Что не могу на Божий мир глядеть я, Во мне печаль, которой царь Давид По-царски одарил тысячелетие. В определенном смысле можно себе представить культуру как структуру, которая погружена во внешний для неё мир, обосновывал методы современного литературоведения Юрий Лотман. Втягивает этот мир в себя и выбрасывает его переработанным, организованным, согласно структуре своего языка. Однако этот внешний мир, на который культура глядит как на хаос, на самом деле тоже организован. Организация его совершается соответственно правилам какого-то неизвестного данной культуре языка. В момент, когда тексты этого внешнего языка оказываются втянутыми в пространство культуры, происходит взрыв. С этой точки зрения взрыв можно истолковать как момент столкновения чуждых друг другу языков, усваивающего и усвояемого. Возникает взрывное пространство – пучок непредсказуемых возможностей. Выбрасываемые им частицы первоначально движутся по столь близким траекториям, что их можно описывать как синонимические пути одного и того же языка. В области художественного творчества они еще осознаются как одно и то же явление, окрашенное лишь незначительными вариантами. Но в дальнейшем движения по разнообразным радиусам разносят их все дальше друг от друга. Варианты одного превращаются в наборы разного. По твердому гребню сугроба в твой белый таинственный дом такие притихшие оба в молчанье нежным идем. И слаще всех песен пропетых мне этот исполненный сон, качание веток задетых, и шпор твоих легоньких звон. Март 1917-го Петербург Революционный 1917-й год был хаосом, хотя и как-то организованным на языке, который Анне Ахматовой пришлось усваивать на родном усваивающем русском, бродя, впитывая впечатления и ожидая больших перемен. Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции. Будет, может быть, хуже. Павел Лукницкий, поэт и летописец Анны Ахматовой, документировал. В эти дни февральской революции Анна Ахматова бродила по городу одна, убегала из дома. Видела манифестации, пожар охранки, видела, как князь Кирилл Владимирович водил присягать пол к думе. Не обращая внимания на опасность, ибо была стрельба, бродила и впитывала в себя впечатление. На мосту встретила Каннегисера, убийцу Урицкого. Тот предложил ее проводить до дому, она отказалась. «Что вы, не так хорошо быть одной!» Николай Степанович отнесся к этим событиям в большой степени равнодушно. 26-го или 28-го февраля он позвонил Анне Андреевне по телефону, сказал «Здесь цепи пройти нельзя, а потому я сейчас поеду в Акуловку». Он очень об этом спокойно сказал, безразлично. Павел Лукницкий, Акумания, встреча с Анной Ахматовой Я улыбаться перестала, Морозный ветер губы студит. Одной надеждой меньше стало, Одною песней больше будет. И эту песню я невольно отдам На смех и поруганье, За тем, что нестерпимо больно Душе любовное молчание. 22-го марта 1917 года Николай Гумилёв читает в рукописи одну из своих поэм «Дитя Аллаха», привлекая всеобщее внимание гостей Фёдора Сологуба. Анна сидит подле него, всякий раз подсказывая нужную фразу. Слушатели уверены, что она помнит поэму наизусть. 15-го мая он снова уезжает. Теперь из Петрограда через Швецию и Англию во Францию. На вокзале он особенно оживлён, взволнован и надеется, что, может быть, доберётся до Африки. В конце июня из Лондона приходит письмо. Дорогая Анечка, привет из Лондона. Мой, Анрепа, Вадима Гарднера и Бехгофера. Не правда ли букет имён? Расскажу о всех по порядку. Я живу отлично, каждый день вижу кого-нибудь интересного, веселюсь, пишу стихи, устраиваю, устанавливаю литературные связи. Кстати, Курнос – просто безызвестный графоман. Но есть другие хорошие переводчики, которые займутся русской поэзией. Анреп занимает видное место в комитете и очень много возится со мной, устраивает мне знакомства, возит по обедам, вечерам, о тебе вспоминает, но не со мной. Так леди Морель, дама патронессы, у которой я провёл день под Оксфордом, спрашивала, не моя ли жена та интересная, очаровательная и талантливая поэтесса, о которой ей так много говорил Анреп. Семья его в деревне, а он или на службе, или в кафе. Вадим Гарнер, который тоже в Индии Хаус, проводит время исключительно в обществе третиразрядных кокотов и презирает Лондон и всё английское, этакий Верлен. Бехгофер, англичанин из собаки, пригласил меня остановиться у него, а он тоже в Индии. Недурно говорит по-русски и знакомит меня с поэтами. Но все в один голос говорят, что хороших сейчас нет, у большинства обострённые отношения. Сейчас я буду на вечере у Кейтса, английского Вячеслава. Мне обещали также устроить встречу с Честертоном, которому оказывается за сорок, у которого около двадцати книг. Его здесь или очень любят, или очень ненавидят, но все считаются. Он пишет также и стихи, совсем хорошие. Думаю, устроит, чтобы гиперборейские издания печатались после войны в Лондоне. Это будет много лучше и даже дешевле. Здесь книга прозы, триста страниц, тысяча экземпляров, на плотной бумаге и в переплёте стоила ещё совсем недавно пятьсот рублей. Ну, целую тебя и посылаю кучу стихов. Если хочешь, дай их маме. Пусть печатает. Твой всегда Коля. Письма Николая Гумилёва Канье Ахмата Не будем пить из одного стакана, Ни воду мы, ни сладкое вино, Не поцелуемся мы утром рано, А в вечеру не поглядим в окно. Ты дышишь солнцем, я дышу луною, Но живы мы любовью одною. Со мной всегда, мой верный, нежный друг, С тобой твоя весёлая подруга, Но мне понятен серых глаз и скук, И ты виновник моего недуга. Коротких мы не учащаем встреч, Так наш покой нам суждено беречь. Лишь голос твой поёт в моих стихах, В твоих стихах моё дыханье веет, О, есть костёр, которого не смеет Коснуться ни забвенья, ни страх, Если б знал ты, как сейчас мне любы, Твои сухие розовые губы. Ноябрь 1913 Лето 1917-го Анна Ахматова проводит в Слепнёво. Откуда 22 июля извещает Лозинского? Деревня – сущий рай. Мужики клянутся, что дом наш на их костях стоит. Выкосили наш лук. А когда для разбора этого дела Приехало начальство из города, Они слёзно просили «Матушка-барыня, простите, Уж это последний раз!» Тоже социалисты. Прибывающие дезертиры сообщают, Что положение дел на войне Отличное и крестьяне им свято верят. О матросах-кронштадтцах говорят, Они за самодержавие. И вообще тьма кромешная Царит в умах. Из Петрограда и пишут, Что кажется назрела резня. От таких новостей Всё делается посты. Буду ли я в Париже или в Бежицке, Эта зима представляется мне одинаково неприятной. Единственное место, где я дышала вольно, Был Петербург. Но с тех пор, как там завели обычай Ежемесячно поливать мостовую кровью граждан, И он потерял некоторую часть своей прелести в моих глазах. Проплывают льдины звеня, Небеса безнадёжно бледны. Ах, за что ты караешь меня? Я не знаю моей вины. Если надо, меня убей, Но не будь со мною суров, От меня не хочешь детей И не любишь моих стихов. Всё по-твоему будет, Пусть, обету верна своему, Отдала тебе жизнь, но грусть Я в могилу с собой возьму. Апрель 1918 25 октября 1917 года, Когда Анна возвращалась на Выборгскую сторону, К Валерии с Резневской, В Петрограде развели мосты. Я шла оттуда на Литейный, И в тот момент, когда я очутилась на мосту, Случилось нечто беспримерное. Среди бела дня развели мосты, Остановились трамваи, Ломовики, извозчики, пешеходы, Все недоумевали, Цитируется «Почерных летопись жизни» Случилось нечто беспримерное. Пространство собственных имен, Пространство взрыва Юрия Лотова. Это в литературе. В истории тьма кромешная Царит в умах, потому – взрыв. Михаилу Лозинскому Они летят, они еще в дороге, Слова освобождения и любви, А я уже в предпесенной тревоге, И холоднее льда уста мои. Но скоро там, где дикие березы, Прильнувши к окнам сухо, Шелестят, венцом червонным Заплетутся розы, И голоса незримых прозвучат. А дальше – свет невыносимо щедрый, Как красное горячее вино, Уже душистым раскаленным ветром Сознание мое опалено. Лето 1916-го Слепнёло пюре Уже душистым раскаленным ветром, Отпишись, Воскресенье Воскресенье Уже душистый, Воскресенье Пуре Слепнёло И Слепнёло Уже душистый Слепнёло